Фраза «Тишина должна быть в библиотеке» знакома каждому ее посетителю. Еще бы, ведь почти каждый резанец в свое время становился гостем этого поистине необычного заведения. Может быть в школьные годы или когда стали чуть постарше. Стеллажи с потертыми книгами, увесистый абонемент и тихий читальный зал. Теперь все изменилось. Если человек давно не был в библиотеке, то его ожидает настоящий сюрприз. Бумажные абонементы стали историей. Теперь в ходу электронные карточки. Библиотекарю достаточно просканировать штрих-код и все данные отобразятся на компьютере. Какие книги выбрали, что не успели вернуть. К тому же, каждого человека фотографируют на его электронный пропуск. Можно сказать, что он поистине именной. Как заявляет директор библиотеки Наталья Гришина, обновляется библиотека постоянно. И происходит это потому, что в этом процессе заинтересованы сами посетители. За последние годы у нас появилось новое библиотечное пространство, которое мы освоили. У нас появились зоны для отдыха, общения, приятные читальные залы, оснащенные необходимой техникой. Читальный зал также не узнать. Здесь, например, появилось кресло психологической разгрузки. Как заявляют работники библиотеки, тут очень любят сидеть студенты после тяжелого учебного дня. Наша съемочная группа попробовала понять, почему. Ответ был найден сразу же. Оно комфортное и удобное. Также в отдалении расположились кресла для тех, кто хочет посидеть в тишине и покое. Никто не отвлекает от приятной книги в руках. Новшества не обошли стороной и любителей гаджетов. Каждый столик оборудован розеткой. А в самой библиотеке – зона бесплатного Wi-Fi. К тому же пополняется библиотека не только бумажными книгами. И имея в своей коллекции от трех миллион, два, три книг и источников на материальных носителях, на бумажных, мы имеем до 5-6-8 миллионов источников в электронном виде. Люди не перестают ходить в библиотеку. Коллектив регулярно организовывает необычные мероприятия, которые также полюбились жителям города. Если мы действительно хотим развиваться и быть страной передовой, и мы заинтересованы в своем собственном развитии, то без книг, монографий, статей, как в электронном виде, так и в печатном виде не обойтись. Поэтому у библиотек прекрасное будущее. В последние годы специалисты называют временем прощения с бумагой. Но можно смело заявить, что прогнозы их неправильные. Электронная книга бумажную заменить точно не сможет.